это не внешней политики Уже предшествовавшие Холокосту события, ставшие его составляющей, влияли на внутреннюю и внешнюю политику некоторых государств и международные отношения. После прихода Гитлера к власти антисемитизм из важного фактора нацистской пропаганды стал одной из основ внутренней политики Третьего Райка. В результате евреи стали покидать Германию, и это поразило проблему, на которую страны мира вынуждены были реагировать. В октябре 1933 года при Лиге наций было создано специальное ведомство по делам беженцев для оказания помощи евреям Германии. В августе 1936 года в Женеле собрался Всемирный еврейский конгресс. В Британии был создан комитет помощи немецким евреям. Многие политики считали преследование евреев внутренним делом Германии, не хотели принимать евреев-беженцев. Для решения этой проблемы в июле 1938 года под Экидой наций в Иване прошла конференция с участием 32 стран. Однако еще до начала конференции ее участники получили заверение, что ни одной из стран не придется менять иммиграционные законы. Англия приняла участие в конференции при условии, что вопрос о выезде евреев в Палестину не будет стоять на повестке дня. Всем известна история корабля Сент-Луис, который отплыл из Германии в мае 1939 года и после отказа Кубы принять беженцев, последовало обращение в США и оттуда последовал соответствующий также отказ. Канада также отказалась принять беженцев и вот 7 ноября 1918 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо официально извинился за отказ принять это судно. В наркомын дел СССР еврейская тема тоже звучала неоднократно. Так, зам наркома иностранных дел СССР Потемкин 17 декабря 1939 года беседовал с послом Германии Шуленбергом о насильственной переброске польских евреев на территорию СССР, указав, что при обратной отправке евреев на германскую территорию немецкие пограничники открывают огонь и в результате чего десятки людей оказываются убитыми. Шуленберг заявил, что потребует от Берлина прекращение насильственной отправки евреев на территорию СССР. 9 февраля 1940 года начальник и председатель коллегии переселенческого комитета при Совете народных комиссаров СССР Чекменев сообщил председателю СНК Молодову о том, что получил два письма от Венского и Берлинского бюро по эмиграции с предложением переселить евреев Германии в СССР на территорию Биробиджана и Западной Украины. Стоит отметить, что письмо из Берлинского комитета было подписано Эйхманом, а из Венского начальником Венской полиции. Я не говорю о причинах отказа. Важен факт, что этапы предхолокоста были известны и рассматривались дипломатическими ведомствами многих государств еще до войны на самом высоком уровне. Однако мир равнодушно отвернулся от этой проблемы и тем самым дал Гитлеру карт-бланш на окончательное решение еврейского вопроса. Однако нашлись дипломаты, которые на свой страх и риск спасали евреев. 36 послам и дипработникам разных стран присвоено звание праведных народов мира. Сразу после войны у евреев естественно возникло стремление достойно увековечить память убитых соплеменников. В восстановлении еврейских общин Центральной и Западной Европы, даже в некоторых странах соцлагеря, Чехословакия, Польша, Венгрия, при официальной поддержке были созданы мемориалы, книги памяти. В Советском Союзе ни о какой поддержке со стороны властей не могло быть и речи. Наоборот, было сознательное, целенаправленное противодействие советских и партийных органов любым попыткам евреев увековечить память погибших. В 1946 году евреи Каменец Подольска обратились в Горсовет с просьбой, цитирую, «отметить траурный день, когда наши матери и отцы, безвинные дети, были расстреляны и замучены». Горсовет отказал. Горсовет Черновиц на просьбу установить памятник убитым евреям ответил, «Сооружение памятника по национальному признаку противоречит нашему мировоззрению». Лишь многолетние обращения в советские партийные органы рижских евреев об установлении памятного камня на месте расстрела 25 тысяч евреев заставили местные власти дать согласие на их установку с надписью на латышском, русском и илиж «жертвы фашизма». Запрет на увековечение памяти евреев был одним из важнейших способов замалчивания Холокоста на территории СССР. «Неприличное слово «евреи» на обелисках заменили эвфемизмом советские граждане, либо жертвы фашизма, что было правдой, однако это стало удобной завесой для сокрытия факта уничтожения евреев». В 61-м году Евтушенко написал «Вавияр». Стихи вызвали бурную полемику, которая выявила литературных, политических, номенклатурных антисемитов. За публикацию поэмы уволили редакторы литературной газеты Косолапова. Публичное чтение поэмы было запрещено до начала перестройки. Замалчивание трагедии в 60-е и 70-е годы привело евреев к борьбе за увековечение памяти погибших, к нелегальному изучению Холокоста, усилило национальное самосознание евреев, способствовало принятию многими решений о выезде в Израиль. Во время перестройки и после нее в бывших советских республиках возникли многочисленные еврейские организации. Одной из их задач стало возвращение и сохранение памяти о Холокосте. Эта деятельность в большей или меньшей степени поддерживалась и поддерживается официально и сегодня с учетом национально-исторической и политической специфики того или иного региона, и в частности о чем уже рассказали мои коллеги из Литвы и Латвии. Сегодня проблемы памяти не только жертв Холокоста, но и события Второй мировой войны имеют свои особенности. Историческая память все более политизируется. В некоторых странах Европы, включая постсоветское пространство, радикальное, националистическое, порой фашистствующее меньшинство навязывает государственную политику и свои приоритеты памяти. Увековечение тех или иных событий исторических деятелей свидетельствует об отношении государства, местной власти и населения к прошлому. Выбор героев, объектов поклонения свидетельствует об идеологических приоритетах, духовности, морали народа и политиков его представляющих. У каждого народа своя историческая память, свои объекты и субъекты этой памяти. Причем те и другие порой противоречиво оцениваются и воспринимаются разными политическими и национальными группами. Такое восприятие может быть в среде одного и того же народа, например, Николай II, Сталин, генерал Власов, Маннергейм. Противостояние еще более обостряется, когда в представлении одного народа некие лица или организации считаются героями, а другой видит в них убийцы преступников, например, Бандера, Шухевич, Нжде, Оуну, Пал, Атышский, Эстонский легион и СС. События, важные для одной группы населения, могут совершенно не восприниматься другой. Так, День Победы в Прибалтике и сегодняшней Украине противостоит Дням Памяти Латышского и Эстонского легионов СС, дивизии СС Галичина и ставшему национальным государственным праздником Дню Рождения Бандеры. Все это напрямую связано с памятью о Холокосте. Будучи в Вильнюсе, я был приятно удивлен замечательной мемориализацией территории бывшего гетто и других районов Литвы, в частности и в Латвии, уделяется этому, как опять в предшествующем докладе было сказано и показано совершенно замечательно. Но есть прискорбное противоречие. Президент Литвы присвоил посмертно звание полковников, как сказано в указе, организаторам антинацистского и антисоветского сопротивления в Литве. Балтусису, Каулинису, Криштапонису. Они в пантеоне национальных героев Литвы. Однако все трое принимали активнейшее участие в убийстве евреев. Балтусис, командир роты полицейского батальона, охранявшего Майданок, а этот батальон роты участвовали в массовом убийстве евреев в ноябре 1943 года. Каулинис, начальник полиции Вильнюсского края, в котором убили около 100 тысяч евреев. Криштапонис, командир 2-го взвода 2-го полицейского батальона под командованием небезызвестного импулявичеса, осенью 1941 года этот батальон расстрелял в Беларуси около 46 тысяч человек, в основном евреев. И сегодня площадь в Укмарге названа именем Криштапониса. 7 ноября этого года 3-й комитет Генассамблеи ООН признал, принял российский проект антинацистской резолюции о борьбе с героизацией в любой форме нацистского движения, членов ВАХНСС, о проведении демонстраций, прославляющих нацистское прошлое, объявления или попытках объявить тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершил военные преступления участниками национально-освободительных движений, их героизации, переименовании улиц в этих целях, об осквернении или разрушении памятников в честь тех, кто боролся против нацизма. Документ поддержала 121 страна, 55 воздержались, и только США и Украина высказались против. Надо отметить, что такое голосование проходит уже третий год, и такой документ носит чисто декларативный характер и не имеет законодательного акта. Но тем не менее, в общем-то, характеризует ситуацию. Россия в оценке событий Великой Отечественной войны и роли местных коллаборантов занимает жесткую последовательную позицию, которая полностью совпадает с официальной позицией Израиля. Нет и не может быть места прославлению немецких пособников. Сохранению памяти о Холокосте в России способствует Научно-просветительский центр «Холокост». Он дважды получал президентский грант для осуществления своей деятельности. С 2009 года действует программа «Вернуть достоинства». В ней участвует фонд евангельских христиан России «Эвен Эзер», центр «Холокост», российский еврейский конгресс. В результате, при поддержке в ряде мест местной администрации, за 10 лет в России открыто 67 памятников на местах массовых убийств евреев в годы войны. Вот по сообщению ТАСС, и вот этот факт именно очень важен, что по сообщению ТАСС, официальное сообщение, только с 11 по 15 ноября этого года в России открыто 5 памятников со звездой Давида и плитами с именами погибших, 4 в Ставропольском крае и 5 в городе Велиш Смоленской области. В сегодняшней России о Холокосте говорят не только в еврейском музее и центре толерантности в Москве, который, что важно, посещается в основном неевреями. Трагедия Холокоста, точнее желание подчеркнуть роль солдат Красной Армии в еврейском сопротивлении, вызвало появление фильма «Холокост», к которому относятся неоднозначно, в том числе и я, и, как было сказано в отношении фильма «Отец-ночь», как и с художественной, так и с исторической точки зрения. Для меня он показался, в общем-то, будем говорить, не лучшим воплощением. Но тем не менее важно, что тема Холокоста даже в таком виде по-новому прозвучала в России. Появились улица, самолет, пассажирский поезд, носящий имя Александра Печерского. Чрезвычайно важно участие 4 июня 1919 года на открытии памятника героям сопротивления фашистских концлагерях и еврейских гетто президента России, ибо он, его слова задают вектор памяти в отношении к Холокосту в России. Путин сказал, я очень рад быть сегодня здесь. Памятники это хорошо, но нужно, самое главное, чтобы мы сохраняли память об этом в наших сердцах, в нашей душе. То, что произошло с еврейским народом, это, безусловно, одна из самых трагических и вместе с тем великих страниц. Не только в истории еврейского народа, а в мировой истории. Но вот теперь вопрос, будет ли преемственность этой политики после ухода Путина? Сохранение памяти о Холокосте является одним из внешнеполитических инструментов МИДа для создания положительного имиджа России. Этому помогает выставка «Холокост. Уничтожение, освобождение, спасение», созданная центром Холокостом. Эта выставка рассказывает о трагедии евреев, способствует формированию в мире образа Красной Армии как армии освобождения и спасения от нацистов. На английском, немецком, испанском, чешском, словацком, иврите и русском языках за три года при поддержке МИДа России выставка демонстрировалась в Госдуме, в ООН, в ОПСЕ, в Совете Европы, в штаб-квартире ЮНЕСКО, в парламентах Австрии, Словакии, Чехии и Израиля, была в Лондоне, Берлине, побывала в Уругвайе. 17 ноября выставка открылась в Мюнхене и Нюрнберге. Это направление деятельности МИД является не только пропагандой, но и способствует развитию и укреплению связи с влиятельными в некоторых странах еврейскими политиками и еврейскими общинами, способствует проведению внешнеполитического курса России. Попытка Гитлера уничтожить европейское еврейство вывела еврейскую проблему на сцену мировой политики, и эта драма «Холокост, евреи, современный мир» играется и сегодня. К сожалению, приходится констатировать, что антисемитизм, ревизионизм истории Холокоста и сегодня являются потенциальной силой в политике, международных делах и обществе. Эта трагедия активно используется политиками разных стран для достижения своих внутри внешнеполитических целей. Имеет место и сознательная безнравственная спекуляция термином «Холокост», общественными организациями, журналистами, политиками, которые говорят о Холокосте животных, птиц. Один российский политик высказался о банковском Холокосте в России. Печально, что журналисты разных стран, политики, сознательно, цинично извращая суть трагедии евреев, говорят о Холокосте палестинского народа, о Баушвице, устроенном Израилем в Газе. Все мы знаем, геноцид подразумевает уничтожение, а значит уменьшение численности населения как минимум, о каком геноциде может идти речь, если по официальным данным палестинской автономии арабское население Палестины в 52 году составляло 927 тысяч человек, а в 2019 году 5 миллионов 132 тысяч человек. Завидный геноцид, при котором арабское население увеличилось в 5 раз. К сожалению, приходится констатировать, что несмотря на то, что гитлеровская Германия была разгромлена 75 лет назад, идеология нацизма так и не побеждена. Она живет, увеличивает влияние, находит государственную и общественную поддержку не только в западноевропейских и в некоторых постсоветских странах. Воссоздание еврейских общин, внимание к памятным датам Холокоста, существование музеев, центров по изучению Холокоста на постсоветском пространстве диктуется прагматическими политическими интересами, стремлением стать частью современной Европы, мира, где официальный антисемитизм подменен антисионизмом и антиизраилизмом. На маршах, в честь тех, кто носил эсэсовские мундиры, кто сотрудничал с нацистами, порой можно увидеть политиков и общественных деятелей. Сегодня война памяти и идеологии разворачивается в интернете. К сожалению, нацистский вирус сегодня жив и в России, где есть так называемые патриотические, славянские, православные, исламские, антисемитские группы, которые заполонили интернет нацистской идеологии. Они провозглашают, Холокоста не было, а был иудейский лохокост. Читатели сайта «Вся правда о богоизбранном народе» сожалеют о том, что не всех жидов сожгли. Лекции в интернете откровенного антисемита Григория Климова, называющего евреев микробами, дегенератами, сынами дьявола, цитируется просто Штрахер, находят десятки тысяч поклонников. В подобном стиле на Фейсбуке и в некоторых телепрограммах высказываются известные журналисты, писатели, а порой и политики. Ни СМИ Израиля, ни тем более НИД Израиля, к сожалению, не реагируют на подобное. Всемирная практика дипломатии подтверждает, что политика всегда оказывается выше моральных принципов. Поэтому, помня о Холокосте, Израиль слишком прагматичен, поэтому Израиль до сегодняшнего дня не признал официально геноцида армянского народа. На международной арене Израиль, боясь за каждый голос в ООН, не выступает с официальным осуждением различных мероприятий, маршей в память немецких пособников, регулярно проходящих в Балтийских странах, Украине. Лишь президент Ривлен в сентябре 2016 года позволил себе быть неполиткорректным в своем выступлении в Верховной Раде, что вызвало бурное негодование многих украинских политиков, обвинивших его во лжи и использовании советских штампов. К этому присоединились и некоторые деятели Украины. Историческая и политическая память о Холокосте привела к тому, что Израиль, дабы не допустить повторения трагедии, взял на себя право и миссию защиты евреев в странах, где их права и интересы нарушаются, где случаются антисемитские акции, число которых, к сожалению, неуклонно растет. Эта защита осуществляется дипломатическим путем отправления в официальных писем, демаршей, заявлений с выражением серьезной озабоченности положением евреев, осуждаются антисемитские акции, требуют принять меры по защите евреев. Израиль организационно и материально поддерживает еврейскую жизнь в различных странах, а когда в этом есть необходимость, как, например, военные конфликты в Эфиопии, Боснии, Сербии, Чечне и других местах, Израиль организовывает вывоз спасения евреев из горячих точек. Важен урок, который сделал Израиль. Трагедия Холокоста, память о нем доказали, что только вооруженное сопротивление единственная форма борьбы против всех, кто стремится физически уничтожить евреев. Трагедия Холокоста, память о нем, привела к тому, что политики мира до сегодняшнего дня совершенствуют систему бербезопасности и гарантии существования любого народа Земли. И все-таки для многих история плохой учитель. Поэтому и важно помнить слова историка Михаила Яковлевича Гефтера. Не бывает геноцида одного народа. Геноцид касается всех. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.